На тренировочном полигоне, как на поле боя, нужно быть максимально собранным. Одно мгновение и рядом может упасть ручная граната. Еще одно упражнение – десантирование из кузова грузовика. Многие ученики сегодня делают подобное впервые. Тут уже от головы зависит. То есть голова должна работать. У тебя одновременно автомат в руках. То есть ты должен совершить кувырок через определенное плечо, то есть сторону. Даже занимаясь спортивной подготовкой, тем не менее, какие-то упражнения, сделая впервые, сталкиваешься с трудностями. Виктор – многодетный отец. Осенью прошлого года под мобилизацию на специальную военную операцию не попал. Сейчас вспоминает армейские навыки, чтобы в нужный момент быть готовым помочь родине. На военные сборы пришли около 25 человек из патриотических клубов. Часть из них – добровольцы с опытом участия в военных конфликтах и без. Но большинство – это допризывная молодежь. Парни и в редких случаях девчонки учатся здесь тактической медицине, обращению с оружием и управлению беспилотниками. Инструкторский состав – это у нас действующие ребята спецподразделений. Это ветераны и участники боевых действий, различных вооруженных конфликтов. Изменилась тактика ведения боевых действий, то есть применением новых технических средств. Поэтому мы обобщаем опыт непосредственно данных боевых действий этого вооруженного конфликта, который сейчас идет, и привлекаем инструкторов, имеющих этот боевой опыт. Сибирская застава – место, где проходят сборы, редко бывает пустым. Летом здесь детский полевой лагерь, а с недавних пор и тренировочная база для тех, кто хочет улучшить свои навыки, либо обучиться военному ремеслу с нуля. Сюда даже приезжают семьями. Это уже у нас вторая тренировка. Первая у нас была, как только началась мобилизация в прошлом году, и сейчас мы проводим очередные курсы, потому что многие ребята к нам обращаются, которые уходят добровольцами в зону СО, поэтому им нужна помощь, им нужна какая-то минимальная подготовка, и поэтому мы в этом стараемся им содействовать, и дальше будем продолжать по мере необходимости такие курсы проводить. Организатор полевых сборов, благотворительный фонд помощи военнослужащим и членам их семей доброволец занимается еще и отправкой грузов из Красноярска на Донбасс. Из рук в руки военным подразделениям доставляют необходимое техническое оборудование, автомобили, сухпайки, одежду, медикаменты и иные предметы первой необходимости. Ближайшая посылка отправится в зону СВО в эту пятницу. Стефания Микишева, Дмитрий Кочетков. Новости Прима. Субтитры создавал DimaTorzok